Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкиной. Приветствую всех, кто нас смотрит на телеканале и в Ютубе. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Год назад в крае родился первый ребенок от женщины, больной коронавирусом. Как сейчас живет малыш и привыкли ли врачи к беременным с COVID-19. Уютное и комфортное проживание для птиц помогают в этом дети и родители краевой столицы. Необычная акция парка Изумрудный. Лучшие места ждут вас за 45 дней до Кубка мира. Погребли на Байдарках и Каноэ в Барнауле стартовала продажа билетов. Вакцину от коронавируса в Алтайском крае получили уже 105 тысяч человек. План привить всех пока выполнен только на 10%. Однако к сентябрю власти ставят себе планку в 60%. Это миллион 100 тысяч человек. Цифру раскрыли на совещании в правительстве края. Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что в регион поступило уже 135 тысяч доз вакцины. Отметил также, что нет задачи привить абсолютно все население. Главное – предотвратить тяжелые случаи пневмонии. В защите определенно нуждаются и беременные пациенты. Год назад главной новостью в крае были первые роды женщины с коронавирусом. Основной удар новой инфекции тогда принял роддом 11-й горбольницы Барнаула. О волнительных апрельских буднях 2020 и уже привычных апреля 2021 расскажет Татьяна Голубева. Когда мне сказали, что у меня тест положительный, у меня была паника, потому что рисовалась эта болезнь очень страшная. И мысли такие, а что теперь мне делать, как я вообще буду жить-то. И ребенок тому и будет жить. И вообще ощущение такое было, что ты прокаженная, а вот вокруг тебя все боятся. Конечно, это необычно. Конечно, это… Тем более мы же все знали, какие могут быть осложнения. То есть ты настроен на что-то. Вот мало ли как бы. Одному с этим не справиться. Если бы не бригада, с которой я работала, с которой мы все работаем, каждый врач работает с бригадой, это очень тяжело. А когда в бригаде акушерки с золотыми руками, которые со светлой головой, вообще умницы, ну это проще. Да, для них все было впервые. Да, в специальных костюмах неудобно и жарко, но они просто делали свою работу. Так же, как делают ее всегда, вспоминают акушерки. Весь процесс был не отработанный. Пришлось до утра с ней остаться. Выходить, заходить нельзя же из бокса было. Поэтому как оделись, так сидели до утра. Как бы, хочешь пить, есть, это не важно. Мы в костюме одеты, надо терпеть и все. Преждевременные роды Галины, а они были следствием коронавирусной инфекции, прошли нормально. Мамочка и ребенок долечивались отдельно. Она в пятой горбольнице, малыш с седьмой детской. Пик больных в этом роддоме пришелся на осень 20-го года. Тогда здесь находилось одновременно по 60-80 пациенток с диагнозом COVID-19. Были и очень тяжелые. 12 женщин после родов пришлось перевести в ковидный госпиталь пятой горки. Эта инфекция не изучена до конца. Как влияет она на течение беременности, либо беременность на ее. То, что мы можем видеть, это наше наблюдение. Конечно, увеличивается процент преждевременных родов. Конечно, увеличивается процент вот таких тяжелых, грозных наших акушерских осложнений, как кровотечение. Если коронавирус проявлялся только в виде ОРЗ, роды, в общем-то, протекают штатно. Но на фоне пневмонии, когда есть дыхательная недостаточность, ну, конечно, протекает тяжелее, риска больше. Но, что самое главное, ни одну женщину, ни одного ребенка мы не потеряли. Главный врач с гордостью говорит и о том, что ни одна здоровая женщина коронавирусную инфекцию в их учреждении не подхватила. Красная зона – это отдельные помещения. Здесь работают отдельные бригады. К слову, сейчас диагнозом COVID-19 лежат всего две беременные. Еще одна уже вылечилась, готовится к выписке и планирует рожать в этом же роддоме. По крайней мере, первого ребенка я у вас рожала, и второго хотелось бы тоже. А Галина Крель – та самая первая роженица с коронавирусом, говорит ее Ванюшка, которому 1 апреля исполнился год, хорошо развивается, болеет редко. И он очень музыкальный ребенок. Нет, он очень спокойный, он очень жизнерадостный, улыбчивый, он у нас музыкальный, он у нас танцует, он подпевает. Он с самого раннего, вот с первых дней жизни, он очень любил и любит слушать дидюлю, инструментальную музыку. Ну, я думаю, что это музыкант будущий. Нам сказали, что она нам передавала всем привет и говорила, что нас крепко всех целует. Кстати, министр здравоохранения Дмитрий Попов получил награду за вклад в борьбу с коронавирусом. Кроме главы ведомства, награду получили еще несколько врачей. Правда, пользователи соцсетей приняли новость о поощрении Попова неоднозначно и вспомнили медицинский коллапс осени, когда, кстати, была создана петиция за его отставку. Что сейчас думают жители Барнаула о главе ведомства и не рано ли раздавать награды за пандемию, продолжит Валентина Аскерова. Тесты у нас не берут, когда вы не берете, что нам делать? Антибиотиков нет. Я после ковидного госпиталя и не могу найти нигде лекарства. Нечем долечиваться. Отказ в компьютерной томографии, острый дефицит антибиотиков и противовирусных, многометровая очередь из умерших от ковида. Реалии осени прошлого года. Реалии сегодняшнего дня медаль за особый вклад в борьбе с коронавирусом отходит министру алтайского здравоохранения Дмитрию Попову. В социальных сетях люди восприняли эту новость неоднозначно. Вы серьезно? Давайте перемотаем время на осень 2020 года. Это ж такое мясо было, прям мясо. Я в шоке. За это медаль дают? Ну, если резкий скачок смертности в крае считать особым вкладом, то бесспорно. От коронавирусной инфекции в Алтайском крае скончалось 2753 пациента. К слову, прирост смертности в Алтайском крае оказался самым большим по Сибири. По данным Росстат, только за февраль этого года умерло на 554 человека больше, чем в этом же месяце годом ранее. Но если в социальных сетях люди захлебывались от возмущения, услышав про медаль Попову, то люди на улицах города особых претензий к чиновнику не высказали. Несправедливо так судят работу человека, потому что он разорваться на всех тоже не может. По большому счету, я считаю, что все равно работа большая проведена. Поэтому в любом случае человек заслуживал эту награду. Надо было дать за награду. Так, я думаю. А за что? За работу, за борьбу с коронавирусом, что не так уж много заболело, умерло. Вы боролись со врачей, а не администрацией? Сверху идут какие-то приказы. Нужно обеспечить изоляцию, нужно развернуть койки. Мы вам вроде дадим деньги на это, но потом мы вам не дадим. Врач, известный общественник Константин Емешин говорит, что не завидует участи главы Алтайского Минздрава. Говорит, тот оказался заложником ситуации. Я могу ему только один упрек бросить. Это когда началась пандемия, то если ты хочешь заниматься управлением, то ты привлекай мозги. А оказалось, я звоню Шохиту, руководителю пульмонологического центра. Я говорю, Яков Наумович, с вами советуется министр и губернатор? Он говорит, нет, не советуется. Со мной советуется только губернатор Подмосковья и академик Чучалин. А между тем, помимо Попова, медали за борьбу с ковидом получили и врачи красных зон. Здесь, пожалуй, вообще нет никаких вопросов. Врач-анестезиолог ковидного госпиталя Егор Ивлев один из награжденных. Он вспоминает, насколько тяжело было физически и морально. Ежедневно в Алтайском крае диагностируют около 100 случаев заражения коронавирусом. Это в два раза меньше, чем прошедший зимой. Меньше стало и умерших от ковида по сравнению с фронтовыми сводками осени прошлого года. Но в любом случае ковидом до сих пор болеют наши родственники, близкие. И подводить какие-то даже промежуточные итоги, раздавая награды, возможно, еще слишком рано. Кто-то потерял своих близких, да? И когда он это слышит, что кого-то наградили, а за что собственно, надо, чтобы прошло время. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Жители Алтайского края попросят поставить оценку региональному уровню коррупции. Это нужно для социологического опроса, стоимость проведения которого 250 тысяч рублей. Таков тендер на сайте госзакупок. За эти деньги должны опросить рядовых жителей и предпринимателей. Исследователи интересуют два вопроса. Какую оценку люди дают уровню коррупции в нашем регионе и довольны ли они антикоррупционной работой? А пока разыгрывают тендер, мы решили сами узнать у жителей краевой столицы, что они думают о коррупции, как с ней бороться и какие, на их взгляд, самые коррумпированные сферы. Ну, я не знаю, коррумпированные, наверное, торговля, что еще. Ну, так же, вот, кто у власти, видимо, вот это. А вот, по вашему мнению, как бороться нужно с коррупцией? Прежде всего, наверное, полиция, ну, еще что-то, руководство там и так далее, хотя оно и само бывает в этом замешано. Ну, садить их надо и все. Садить? Садить, только садить. Сталинские времена вернут. Тогда все будут бояться или расстрела, или как минимум долгой посадки. Сейчас все попсело. Честно, я как бы вижу, что эти проблемы существуют, но мое мнение, что мы с этим ничего сделать не можем. Поэтому я об этом сильно много не думаю. Наступившая неделя в регионе обещают быть теплой. Резкое потепление может повлиять на паводковую ситуацию. На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве губернатор поручил всем ответственным службам быть готовыми к возможным подтоплениям. Оперативные группы спасателей сейчас работают в Бийском, Третьяковском, Черышском районах. Чтобы на Бии не образовывались заторы, там уже провели подрыв льда. Между тем гидрологи рассказали, что по предварительным данным ОПЬ начнет освобождаться от льда 12 апреля. 13-го ледоход прогнозируют в районе Барнаула. Здесь пока не ожидается большого подтопления. Более активно процесс половодия идет на юге края. На Черюше в районе Калманки уровень воды ежедневно растет на 30 сантиметров. В возможную зону подтопления могут попасть участки в районе Ущерыша, Барнаула и Камня-Нааби. В городских парках с каждым годом становится все меньше птиц, а некоторые виды пернатых и вовсе исчезли. Дает о себе знать массовая вырубка деревьев и кустарников в прошлые годы. И даже посадка новых пока никаких результатов не приносит. В борьбу за светлое и комфортное будущее пернатых взялись уже и сами жители. Анара Шагирова продолжит. Коршуна чаще встретишь в полях, но в последние пять лет эти птицы охотно перебираются в города и даже вьют здесь гнезда. Еду находят в мусорных баках, в парках выручают люди, рассказывают о птицах барнаульский фотограф Евгений Богинский. Впрочем, не только с Коршуном познакомились гости из Умрудного. Еще мы видели там, на травке была птичка, мы ее не сразу заметили, она замаскировалась. А что это за птичка, вам не рассказали? Это синичка. Да, синичка. В эти выходные в Умрудном отмечали День птиц. Разнообразие пернатого населения решили показать в одном из самых популярных парков. Сороки, дятлы, голуби и, конечно, воробьи. То, что для нас обыденно у детей, вызывает восторг. Слышал этот звук? Да, это птичка где-то. Коршу. У мамы и пап такого восхищения не было. Но и они с интересом слушали о жизни птиц. Правда, жизнь у пернатых тоже бывает невеселой. Некоторые виды уже большая редкость для парка. Сверстели бывают. Ну, сейчас просто видите, я была не выпилили, как в свое время в парке. Таких птиц не стало. Около четырех лет назад вокруг Умрудного развернулась целая история. Бывшие арендаторы вырубили больше 700 деревьев. В прошлом 2020 году ситуацию попытались исправить, высадив 75 молодых растений. Благолепие слегка вернули, а вот того же щура или певчего дрозда в этот раз дети не увидели. Да и взрослые давно перестали их замечать. А ведь раньше тут были длиннохвостые неясыти и залетал самый крупный из наших дятлов – жулна. В этом году тоже мы планируем посадить порядка 300 крупномеров. Думаю, что и яблони тоже будут в их числе. Поэтому популяция птиц в нашем парке увеличится. А пока что маленькие горожане с особым интересом помогают пернатам. Вместе с родителями развешали в Изумрудном почти 50 новых птичьих гостиниц. Чтобы весной птички прилетали и им было где жить. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. К новостям спорта. В Барнауле началась продажа билетов на второй этап Кубка мира по гребле на Пайдарках и Каное. До соревнований осталось 45 дней. Алтай примет международный турнир уже 20 мая. Предусмотрено 7 тысяч билетов на каждый день мероприятия. То есть 4 дня мероприятия на каждый день по 7 тысяч. 2 тысячи – это предусмотрено для билеты на трибуны. И около 5 тысяч – это билеты на набережную. Для детей до 5 лет вход на международные соревнования будет свободным. Остальным придется заплатить. Но цены вполне адекватные. 200 рублей за место на трибуне, 100 за место на набережной Грибного канала. Билеты уже доступны к продаже в пяти крупных торговых центрах Краевой столицы, а также на сайте Кассару. Добавим, что этот билет будет котироваться не только при входе на Грибной канал, но и в специальном транспорте. В дни соревнований от речного вокзала до Грибного канала будут курсировать автобусы с 7.30 утра до 10 вечера. В день планируется делать по 68 рейсов. Баскетбольный клуб «Барнаул» сыграл первую игру полуфинала Суперлиги-2. Матч против магнитогорского «Металлурга», который хорошо заявил о себе в сезоне, должен был грозить нам серьезными проблемами. Чем наши удивили полные трибуны, расскажет побывавший на матче Андрей Дреер. Кто-то пошутил, когда он на трибуне, они не проигрывают. В этот раз клуб «Барнаул» снова играл на глазах у губернатора, министра спорта и полного зала болельщиков. Перестрелка с магнитогорским «Металлургом» за выход в финал Суперлиги-2. Обещали, будет жарко. Конец второй четверти «Барнаул» идет вперед с незначительным отрывом, и игра напряженная. Это можно понять потому, что играют фактически от штрафного до штрафного. Обидно пока только, что у наших штрафных больше, а реализация хромает. Стоило сказать, и все изменилось. «Барнаул» начал забивать. А «Металлург» то не мог пройти алтайскую защиту, то мазал, то фалил. К слову, охотно нарушали правила все. На двоих команды за матч сделали 64 штрафных броска. Трое игроков-гостей сели на скамейку с удалением. Так что наставник «Уральцев» встречал новые свистки с тяжелым чувством. Как оцениваете судейскую работу сегодняшнюю? Барнаул сделал на 10 штрафных бросков больше, но не штрафными едиными. Хозяева чаще стреляли из-за дуги и чаще попадали. Особенно во второй половине отличился Алексей Чиликин. Самый результативный по итогам встречи с реализацией в 64% попаданий. 20 очками за игру и разбитым носом. Плей-офф – это борьба, только борьба. Кто сильнее хочет, тот и побеждает. «Барнаул», видимо, хотел сильно. 96-69 итог игры. Разрыв 27 очков. «По сравнению с длинным сезоном порадовал, что был характер последней и предыдущей игре. И этой был характер, а это в плывов самое важное. Схемы что-то уходят на второй план». «Мы сделали хороший задел на следующую игру. Я не скажу, что будет просто в Магнитогорске. Это сильная команда, которая дома побежит, им нужно будет отыгрываться, им не будет взвенчивать темп. Нам нужно выдержать это давление и сыграть свою игру жестко в защите и раскрепощенным нападением». «Не расслабляться, хоть план и перевыполнили. Чтобы ехать в Магнитогорск, хорошо было бы заручиться форой хотя бы очков в 12. На нашем же балансе плюс 27. С таким отрывом главное не дать слабину на уральской земле. И вот он финал. Только руку протяни. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. И не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Хорошей вам весенней рабочей недели. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи.